Глубоко, уважаемые коллеги! Сегодня я хотел рассказать о наших исследованиях, и хотя мы достаточно далеки от медицины, но мне кажется, это будет интересно. И основа того, о чём я хотел рассказать, это о механизмах памяти. И один из основных вопросов, который будет в самом конце, можно ли стереть память, что мы забываем и почему мы забываем. Но прежде всего, что такое память? След на песке иногда тоже называют память. Удар молотком по камню навсегда оставляет след. Вот об этой памяти я сегодня говорить не буду. Я буду говорить только о памяти, как вы понимаете, ассоциативной, которая есть в мозге. И одно из определений, чем память отличается от других процессов, и прежде всего от развития, это как бы то, что мы для себя приняли, что развитийные процессы, они фактически необратимы. Если у вас выросла рука, но она выросла. Если что-то изменилось в поведении навсегда, мы считаем это не пластичным, не памятью. А вот обратимые процессы, которые, кстати, имеют общее начало из патологий, которые иногда бывают необратимы, то, что обратимо, мы называем пластичностью и память. Я попробую сегодня ответить на вот эти вопросы. Существуют ли таблетки для улучшения памяти? Одинаково ли устроено хранилище памяти у разных животных? Можно ли стереть? А вот этот вопрос нет. Я выпустил из-за недостатка времени. И почему мы забываем? Прежде всего, конечно, рассуждать придется, кроме уровня поведения, еще на уровне синаптическом. И, собственно, очень много известно о том, что происходит на синаптическом уровне. Здесь примерно отражена примерно односотая того, что известно о механизмах работы синапса. На этих деталях я останавливаться не буду, но хочу сказать, что когда искали механизмы специфические для памяти, то, естественно, подход у ученых какой? Редукционистский. Мы берем любую систему, любую фосфолипиды, НМДА-рецепторы, протонкиназы, разное, вырубаем каким-то способом эти системы, нарушаем их работу и получаем изменение памяти. В 70-х годах последовательно было объявлено, что основой памяти являются калевые каналы, потом калевые каналы такого типа, потом кальциевые каналы, там 12 разных типов, потом НМДА-рецепторы, как обязательное, так сказать, участие, coincidence detection и прочее, и прочее. К сожалению, все, до 2006 года все эти работы оканчивались одним, что да, безусловно, если мы нарушим этот процесс, память тоже нарушится, но и выработать новую память вы не сумеете. То есть это не специфический для памяти процесс, хотя все они, все процессы, которые есть в синапсе, в нейроне, они все важны и участвуют. Ну, так же, как вот если мембрану мы нарушим, ну, понятно, что в клетке произойдут изменения, память тоже нарушится, но это не специфический для памяти процесс. И вот только около 2006 года, вот откуда вопрос, могут ли быть таблетки, ответ сразу для студентов обычно, которые очень интересуются таблетками такими, ответ нет, но появилась молекула, которую сразу назвали молекулой памяти. Это первый случай, когда если мы вводим специфический для этой молекулы блокатор, вот здесь вот классическое ЛТП, вот здесь мы вводим пептидный блокатор, и на ноль сразу спадает этот самый показатель. Вот эта молекула, это претенкиназа МЗТ. Оказалось, что есть система, фактически это система, конечно, молекул претенкиназ, которая, в общем-то, если ее нарушить, в клетке ничего не происходит. Клетка нормально живет, функционирует. Ну, если ее нарушить совсем, то обучение действительно тоже не происходит. Но если просто, вот как здесь, как в этом примере, связать этот пептидный блокатор, который связывает эти претенкиназы, но новые могут продуцироваться, то дальше обучение возможно. Что произвело огромное впечатление в 2006 году, в 2008, 2009, лавина работ пошла по этому направлению, что даже через три месяца после однодневного обучения, введя этот специфический блокатор, видите, огромная разница. Как будто мы взяли и выдернули эту память через один месяц. Это было показано для многих видов памяти, не для всех, но для очень многих, что вот просто связывая эту молекулу, мы как будто просто выдергиваем память, а животное способно учиться дальше. Основой этого, я не буду объяснять детали, но сейчас есть молекулярная гипотеза, очень хорошо разработанная. основой этого является то, что именно для этих молекул МРНК синтезирует белки не в ядре, не где-то там, а прямо в синапсе. МРНК поступает прямо в синапс, и пока не снят, оно блокировано, оно не позволяет, как бы клетка не позволяет этим молекулам производить белок. До тех пор, пока шесть событий, вот они здесь все перечислены, одновременно не совпадут. Оказалось, что все эти шесть событий всегда происходят при обучении, при пластичности, которая вызывается в синапсе. И, собственно, вот как бы, да, еще оказалось, что эта молекула, это киназа, которая контролирует доставку ампорецепторов в постсинаптические структуры. А это линейно связано с эффективностью мембраны. Чем больше рецепторов, тем эффективнее синапс. То есть это молекула, которая сидит на контроле, это какая-то управляющая молекула, она сама не работает. Поэтому если ее убрать, ну, просто там количество меньше будет, а синапс работает, он живет, клетка нормально функционирует. Это вот дополнительная, как бы, добавочная система, вот что и происходит при памяти, мы что-то улучшаем. Память — это адаптивный процесс. И все, казалось бы, очень хорошо. Кроме одного, время жизни молекул, как вы знаете, белковых 3, 5, 7 дней, время жизни памяти — годы, десятилетия. И это был один из вопросов, один из челленджей для тех, кто работал в этой области. И оказалось, что уже к открытию роли ПКМЗ в памяти уже было известно, потому что эти атипичные протентиназы, они хорошо изучены биохимиками. Оказалось, что у него есть механизм самоподдержания концентрации в локальном месте. В локальном, потому что МРНК прямо в синапс идет, она прямо там образуется. Через систему белков ПИН она просто, если вот в 10 раз увеличилась концентрация этого белка, эффективность синапса увеличилась, то оказывается, все эти увеличенные, каждая из молекул может сама себя воспроизвести. То есть проблема самоподдержания неограничена долго, пока нейрон живет, пока метаболизм в порядке. Если произошло, в результате совпадения шести факторов увеличения, то есть в результате обучения, то это изменение сохраняется надолго. То есть мы как бы на сегодняшний день можно утверждать, что память образуется быстро, за часы, консолидация происходит за часы. Но после этого периода хранится постоянно путем локального самовоспроизведения белковых молекул. Один из важнейших кандидатов это протеинкиназы, это оказалось целое семейство, природа не работает с одной молекулой, всегда есть какая-то избыточность на всякий случай. И эта молекула, в частности протеинкиназа МЗ, есть еще лямбда, есть другие, остается критическим компонентом памяти постоянно, является основой стабильности памяти. Насколько это консервативно-эволюционно? Вот на сегодняшний день, в том числе и нашими работами, показано, что консервативность просто фантастическая. От мух и улиток до человека. Эти молекулы обнаружены в геномах, мы обнаружили в геноме виноградной улитки. И вот, посмотрите, это вот первый столбик. Разница между столбиком отражает величину обучения. До нет разницы в этой группе, после обучения огромная разница. Мы вводим пептидный блокадер, 18-саминокислот, абсолютно нетоксичный, память исчезает полностью, через сутки. Полностью. Вот здесь это показано. То есть ровно то же самое происходит у улиток. Это показано даже у цинораптис элеганс и почти у всех животных. Эволюционная консервативность этого процесса оказалась чрезвычайно высока. Вопрос, можно ли стереть память. Конечно, идеальный способ был бы, как в этом фильме, себе-то надеть очки, а всех остальных флешность такой вот штучкой. Но, судя по всему, у природы есть такой механизм. Природа придумала такой механизм. И вот наши исследования показывают, я сейчас покажу результаты, что механизм этого может являться чрезвычайно простая молекула, которая, как известно, в каждом, на сегодняшний день известно, молекула оксида азота образуется в каждом нейроне. Ну, вы знаете, что и в сосудистую, и вообще в каждом органе нейтроксид работает. Но в том числе оказывается, что нейтроксид синтаза нейрональная, она сидит прямо через PSD-95, белок постсинаптической плотности, прямо на NMDA-рецепторе. И когда в результате образования памяти или чего-то NMDA-рецептор открывается, первое, что кальций чисто даже пространственно активирует, это N-осинтазу, который именно кальцием активируется, мгновенно производит нейтроксид. С одной стороны, всё это быстро, с другой стороны, суперлокально, потому что нейтроксид в свободном состоянии, свободный радикал, он долго не живёт, это секунды буквально. Всё, что он может вокруг себя нарушить, нарушить даже чуть-чуть и на пресинапс, он нарушает. И как только что мы говорили, молекулы памяти, молекулы протенкиназа МЗ, и подобные им, они именно в постсинапсе и базируются. То есть, если этот нейтроксид образовался тут, первое, что он делает, он нейтрозилирует. Нейтрозилирует, это просто по цистеину связывается с молекулой белка, она меняет свою конформацию и выпадает из физиологической функции. Она ещё там, но уже работать не может. Ну вот такая была гипотеза, мы её проверили и на улитках, и на крысах, в ситуации, когда природа как бы необходима стирании памяти. Это ситуация реконсолидации или напоминания. Как вы знаете, когда память уже в активном составе, память уже сформирована, она не зависит от синтеза белка. Но если мы напомним, то в течение, это вот показано последние 15 лет, в течение 4-8 часов память зависит от синтеза белка. Если мы заблокируем синтез белка, мы увидим, что память исчезнет на следующий день. Процесс называется реконсолидацией. Вот исчезнет или сильно ослабнет. У улиток, я не показываю эти данные, она исчезает полностью, обстановочная память, до нуля, если мы заблокируем синтез белка и напомним. Вот эти данные по крысам, которые опубликованы, мы вчера получили известие в Final Decision Letter, что вот нас приняли в European Journal of Neuroscience, вот эту статью. До обучения величина фризинга у крыс, то есть насколько они реагируют на обстановку, была вот такая, после обучения вот у всех групп такая, все контроли, но вот обратите внимание вот на 2 группы, ну на 3 группы, которые обведены кружочком. вот эта группа, в которой просто заблокирован синтез белка. К сожалению, он блокируется не совсем полностью, но тем не менее достоверное снижение показателей, она как бы забывает. Если же вместе с блокатором синтеза белка, то есть новая память не может образоваться, мы добавим блокаторы синтеза азота, то есть азот не выполняет свою функцию стирания оксид азота, то увидите, что память даже улучшается немножечко. Это вот как бы подтверждением является того, что нейтроксид очень локально стирает память. Да, вот то же самое только со скавенжером азота. Скавенжер, он захватывает, ну по другому механизму действует, и эффект гораздо лучше. Вот это до обучения, это уже на улитках, после обучения разница между столбиками отражает память. Вот первая группа это анизомицин, то есть мы доказываем, что феномен реконсолидации имеет место, память исчезает на анизомицине. Но если вместе с анизомицином мы добавляем еще скавенжер оксида азота, новая память не может появиться, потому что там заблокирован синтез белка. Но память есть великолепная. Почему? Потому что не стерто старое. Просто вот то, что происходит при вспоминании, это примерно как мы файл вызываем из компьютера, что-то там изменяем, мы нажимаем кнопку сейв. Старый стирается, на его место новый. Но синтез должен быть. Если же мы старый не стерли, вот он есть. Вот это проявление того, что мы старый не стерли, запретили стирать старый, он тоже есть. Вот новая здесь не могла образоваться. ну вот как бы эти данные доказывают, что основой пластичности памяти может быть локальная продукция оксида азота локально, опять же, именно в одном синапсе, в конкретных синапсах, которые участвуют именно в данной памяти, меняющей функции белков стабильности памяти. Ну и последнее, о чем я хотел сегодня рассказать, почему мы забываем и что мы забываем. Почему? Это интересный вопрос, я бы хотел подольше как-нибудь рассказать об этом, но, собственно, мы использовали какую модель, это тоже самые последние данные, модель кнутая пряника по Ивану Петровичу Павлову, только вместо пряника, это я лично дорисовал в картину немецкого художника морковочку, потому что улитка любит больше всего морковь. Вот обычно, когда мы проверяем, что такое память, вот классическая ситуация, мы даем морковку, которую улитка любит, почти в 100% берет, вот первый столбик, если мы сочетаем с электрошоком, буквально через несколько дней, оно практически на уровне случайных касаний не берет, все отлично. Если мы нарушим систему подкрепления, а улитки хорошо известно, что серотониновые нейроны являются подкрепляющими, это известно, изучено на уровне внутриклеточном, сетевом и так далее. Если мы ее нарушим до обучения, памяти не образуется. Если мы ее нарушим после обучения, что самое интересное, вот здесь две группы обучены, вот разница между группами, как раз говорит о том, что они прекрасно обучились. Если мы в одну из групп введем нейротоксин, который нарушает выброс серотонина, ничего не происходит, если попробовать один раз. Собственно, все остановились на этом одном разе. Вот мы воспользовались той же самой системой с реконсолидацией, когда мы напоминаем о памяти, но смотрим в этот раз активность подкрепляющих систем. Это вот, собственно, что такое реконсолидация. Собственно, в данном случае мы смотрели обстановочную память. Улитку били током только в этом положении, когда она ползет по шару, которая в воде, она на месте, можно видеорекординг делать и количество анализировать. Тестировали ее в двух ситуациях. Вот разница между столбиками, это вот, понимает ли улитка разницу между ситуациями. Вот здесь вот, видите, до обучения все четыре группы разницы нет. После обучения огромная разница в каждой группе, потому что они понимают, в этой ситуации ее били током, поэтому она боится, помнит это, а в другой не помнит. Здесь вот все контроли, а вот на этом графике я просто убрал контроли, чтобы показать саму динамику, что происходит. Вот, да, вот обучение проявляется в том, что улитка помнит, ее били в ситуации вот на шарике красное. Вот разница между черным и красным столбиком, это обучение. мы вводим блокаторы подкрепляющей системы, и что? Память есть. Разница огромная, достоверная. Но попробуйте сделать это еще раз и еще раз. Тут несколько дней, и как вы видите, память сходит на ноль. Мы пробовали много раз, это было довольно необычно. Мы забываем, когда система подкрепления, которая работала при образовании памяти, отключена. И если мы несколько раз, не один раз, вот проблема в том, что не один, не два раза, а нужно три, четыре, пять раз, мы воспроизведем активно эту память без работы системы подкрепления, мы точно ее забудем. По крайней мере, на уровне беспозвоночных. Это вот сейчас можно считать доказано. У нас приняли статью в хороший очень журнал. что произойдет, если мы возьмем память, вот что мы забываем, о конкретной памяти, о сенсорном стимуле. Вы знаете, каждая память состоит из двух компонентов, вот там свет, звук, запахи, это конкретная сенсорная или сигнальная память, и гештальт какой-то об обстановке, это вот то, что трудно разделить на части. До этого это была как раз обстановка, мы не выделяли отдельные компоненты. Когда мы выделили отдельный компонент, запах пищи, и здесь уже измеряется просто латентность взятия пищи, вот, что вот до обучения латентность очень маленькая, улитка голодная, она идет и берет пищу. После обучения она приближается к критерию, когда улитка просто не берет, мы прекращаем опыт 120 секунд, то есть ноль, считайте, она не берет пищу, мы нарушаем работу подкрепляющей системы, память на месте, замечательно, но если мы начнем тестировать, вот здесь 6 дней подряд мы тестировали, она уменьшается, но не полностью, достоверное уменьшение, но достоверное отличие от начального уровня. Это означает, что если отключена система подкрепления, мы помним сенсорные стимулы, но мы теряем связь с обстановкой. в данном случае животное помнишь, его где-то били током, но не помнит где, и помнишь, что это связано с морковкой, но где это было, не может вспомнить. Вот как бы наш основной вывод. То есть здесь вот еще, мне нравятся эти лепрекончики ирландские, вот есть пищевая система, оборонительная система, поддерживающая обстановку, и вот есть не один, а два горшочка с золотом, которые лепрекончики всегда ищут. Один это сенсорный, он остается постоянно. Вот эта сенсорная составляющая сигнальная, по-видимому, она более жесткая. А обстановочная вот теряется, мы теряем связь и как бы мы уже не можем пользоваться этой памятью, как будто мы забываем, хотя не полностью. Есть даже и молекулярное объяснение, я на нем не буду, останавливаться, тут есть разница, откуда входит кальций, если в одном случае через рецептор, а в другом из внутриклеточных депо. Ну и вот основной вывод, что блокада активности нейронов системы подкрепления приводит к быстрому угошению, к полному, причем угошению обстановочной памяти при реактивации и просто ослаблению памяти на сигнальный стимул за счет исчезновения обстановочного компонента памяти. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ